Громко и с улыбками на лице в Ульяновске встречают гостей из Белгородской области. Волонтеры, сотрудники МЧС, врачи, полиция, чиновники собрались на железнодорожной станции Ульяновск-3. Больше суток в пути 49 детей и 30 сопровождающих взрослых провели в вагоне поезда, чтобы оказаться на ульяновской земле и на 21 день забыть о страхе. У нас в двух санаториях будет размещено 79 человек. Для них будет организовано питание, будет организовано проживание, определенные медицинские процедуры. Также к нам вышли всевозможные организации, которые желают оказать культурную программу для детей и их родителей. Поэтому я думаю, что все 21 день, которые здесь проведут, они будут насыщенными для них. Часть детей, прибывших в Ульяновск, имеют различные заболевания. В пути их сопровождала медсестра и 20-летняя Алина Переверзева. На плечи юной девушки легла ответственность за десятерых детей, чьи родители не смогли приехать и остались в Белгороде. После сложной дороги все гости выходят уставшие, но с улыбками. Ситуация в Белгороде тяжелая. Каждый день местные жители со страхом получают ужасные сообщения о новых обстрелах. Поэтому забыть на некоторое время о дронах и укрытиях для них большой подарок. В городе, ну, остановка, мягко говоря, не очень, обстреливают. Все, что по телевизору попали, все правда. С поезда сразу в автобус с чемоданами помогают волонтеры, встречают сотрудники санаториев «Радон» и «Этиль». Вообще большое спасибо, конечно, что у нас есть такая возможность выехать и обезопасить немножко деток от того, что сыпется на головы. И мы безумно рады быть где угодно, но только пока не в Белгороде. Каждому ребенку будет особый подход. Им проведут медицинские обследования, подберут специальное лечение. Также в соответствии с образовательной программой маленьким гостям подобрали подходящие школы, чтобы не отставать по учебе. Белгородцев ждет яркая программа с экскурсиями и культурными мероприятиями. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.